Иван и Сергей часто бывают на этом поле, расположенном в самом начале лесопарка. Здесь они выгуливают своих собак. Именно это место рассматривается как потенциально возможное для строительства новой школы. Учебное заведение действительно необходимо. Наблюдается нехватка учебных мест для детей, проживающих в Кальном. Однако горожане подняли вопрос о рациональности строительства школы в лесопарке. Местным жителям эта идея не нравится. Лично мое мнение такое, что это некая лазейка для наших застройщиков-олигархов. Для дальнейшего вырубки и застройки лесопарка. Потому что когда строили в Кальном многоэтажки, высотки, никто не думал о школе. Места отдавались, город распределял это все. А теперь, когда задумались о школе, начали искать место, вообще не подходящее для этого абсолютно. Жители отмечают, что территория лесопарка им необходима. Здесь они могут заняться спортом, прогуляться с детьми. Кроме этого, они беспокоятся за безопасность тех юных рязанцев, которые, возможно, будут учиться в школе, которую здесь хотят построить. Даже вот если рассмотреть, как говорят, для Кального эта школа устроит, да, для того района, детям придется идти больше двух километров до школы через шестиполосное движение. Это очень опасно. Плюс здесь не организован ни один правильно пешеход, ни одного знака пешеходного перехода нет. Бывают, тут бродят стаи бродячих собак. То есть, возможно, что-то и может произойти, не дай бог, конечно. Поэтому, ну, не место это точно для школы. Кроме этого, многие горожане обращают внимание еще на один факт. Ну, нужна школа, что я могу сказать? Правильное место, неправильное место? Ну, наверное, неправильное. И зона затопления, и зона отдыха людей. Более того, жители считают, что деревья нужно не вырубать, а еще больше внимания уделить существующему лесопарку. Я вижу необходимость благоустроить вот этот лесопарк для отдыха детей, для отдыха семей и так дальше. В этом есть большая необходимость, потому что здесь только одна улица вы видите, да, и праздничные дни, выходные дни здесь очень много людей. Это было бы здорово, а строить вот здесь какие-то жилые дома и строить, тем более, школу, я не вижу в этом какой-то либо необходимости. На прошлой неделе в сети началось голосование на тему строительства школы. Каждый рязанец может выразить свою позицию. На сегодняшний день количество голосов за строительство преобладает. Все мои знакомые, все ринулись на этот сайт, регистрироваться и ставить свои голоса против. В момент была где-то на сутки невозможность зарегистрироваться на этом сайте, а голоса за прибавлялись с немыслимой скоростью. Страницу можно обновить было просто за секунду, прибавлялось по 5-10 голосов. Просто из ниоткуда. А люди простые просто зарегистрироваться не могли. В то же время неофициальные голосования в соцсетях показывают, что большинство рязанцев против строительства. Причем отрыв в таких голосованиях огромный. Горожане уже придумали, как они поступят в том случае, если строительство школы в лесопарке утвердят. Допустим, если все-таки будет принято решение здесь построить школу, и не будет принято решение построить школу непосредственно в том районе, для которого она предназначена, это в Кольном, я предлагаю просто выйти рязанцам, посадить здесь по одному дереву и, соответственно, показать свою позицию таким образом. Рязанцы говорят о том, что в городе есть другие места для строительства школы и просят обратить внимание на этот проблемный вопрос, а также прислушаться к мнению местных жителей. Ведь создание школы в этом районе приведет к вырубке деревьев, созданию подъездных путей и парковок, что негативно отразится на экологической среде города. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».